Депутат Юлия Мамай Современным способом голосования можно воспользоваться и при помощи смартфона. Главный врач Химкинской областной больницы Владислав Мерзонов поступил именно так. Зашел в приложение госуслуги, нажал пару кнопок и сделал свой выбор. Для меня электронный формат голосования очень удобен. Он позволяет, не покидая рабочего места, сделать свой выбор. Вы знаете, Московская область является лидером в инновационных технологиях и внедрении электронного голосования. Это очень удобно для всех, кто работает у нас, кто лежит у нас. Особенно для молодежи, потому что она сейчас передовая. В ногу со временем пошел и генеральный директор НПО имени Лавочкина Дмитрий Еременко. По его мнению, ДЭК – настоящая находка для тех, у кого порой нет времени даже на чашку кофе. Отдельно хочется сказать слова благодарности разработчикам дистанционного голосования. Это дает очень удобные возможности нашим гражданам голосовать и отдавать свои голоса там, где они находятся. Вне зависимости от места работы, графика работы или отдыха. Жители с ограниченными возможностями здоровья могут проголосовать на дому. В этом случае участковая комиссия сама приходит к избирателю. Вместе с наблюдателем и сотрудником правоохранительных органов члены избиркома поднимаются в квартиру ветерана Великой Отечественной войны. Сегодня Ивану Никитичу Кривошееву уже 103 года. Несмотря на почетный возраст, он никогда не пропускает выборы. Вот так вот мы его заворачиваем. И тебе надо его, Ваня, опустить вот туда. Сделать выбор, от которого зависит будущее страны. На ближайшие 6 лет гражданский долг каждого россиянина. Избирательные участки будут работать до 20 часов вечера 17 марта. Нина Липанова, Дмитрий Бочаров, Новости, Химки ТВ.